Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Учитель года. Преподаватель математики Зареченского лицея Надежда Петрунина одержала победу в областном профессиональном конкурсе. Имеет в соплиной такую крепкую команду, такую поддержку коллег и такую веру в своих детей, то, что я буду лучше, я не имела права проиграть. Вкалывает техника, а не человек. К 60-летию Заречного городской комбинат благоустройства получил несколько новых машин. Это современная техника, высокопроизводительная, которая для КБУ это очень огромное подспорье. Помощь госкорпорации Росатом, она очень своевременна. Чемпионат мира по Зареченске. Наш город присоединился к Всероссийскому дню массового футбола. Болеем за сборную России. Это наш садик. Поэтому мы со всей душой болеем за сборную России, как и будем болеть на чемпионате мира. И теперь об этих и других новостях подробнее. Самый благоустроенный город Пензенской области станет еще уютнее. Зареченский комбинат благоустройства лесного хозяйства получил новую коммунальную технику. Универсальный мини-погрузчик с навесным оборудованием, подметально-уборочная машина, трактор и подъемный кран на базе автомобиля приобретены за счет средств, выделенных госкорпорацией Росатом. С возможностями новой техники познакомился глава Заречного Олег Климанов. Директор Зареченского комбината благоустройства с гордостью демонстрирует главе города новую технику. Теперь у КБУ есть практически все, чтобы максимально механизировать уборку города и избавить сотрудников от тяжелого ручного труда. Это, будем говорить, прорывные технологии в нашем нелегком труде. На сегодняшний день мы получили достаточно серьезные подспорья в уборке города. И надеюсь, что оно нам поможет и качественнее, и гораздо быстрее убирать его. Особенно в такие переходные периоды весна-лето и лето-осень. И осень-зима. Конечно, меня переполняет, безусловно, радость. Я думаю, что мы поменьше будем теперь женщин наших, тружениц, мучить на дорогах. Они уйдут в другой сектор, просто глубже охватим. И приведем все потихонечку в порядок. Четыре новеньких спецмашины выстроены как на параде. Подметально-уборочная машина, которую уже испытали при уборке улиц. Трактор «Беларусь» с комплектом навесного оборудования. Универсальный мини-погрузчик с несколькими насадками. Вот достаточно серьезный механизм «Бобкэт». У него есть все насадки, которые нам позволят ухаживать за парковыми зонами. Это мульчер. Летом он достаточно серьезный, у нас итальянская фреза на него одевается, которая сейчас вы видите на дорогах. Значит, и снегоуборщик, который позволит нам широкие тротуары на дорогах. Он не будет работать, а широкие тротуары чистить. И достаточно серьезная производительная техника, она по сравнению с нашей отечественной, превосходит практически на некоторых операциях в три с половиной раза. В три с половиной. Подметально-уборочная машина позволяет быстро и качественно убирать мусор с улиц и дорог. Копавшие листва, песок, в общем, все, кроме мелкой пыли. Грузовой «КамАЗ» эта машина наполняет за 45 минут. Ну и особая гордость – автокран, которого так не хватало зареченским коммунальщикам. Вот самый красавец – это кран трехосный, который нам позволит, наконец, с аварийными деревьями бороться. Ну и вообще ухаживать за прудами, вазонами. У нас в сегодняшний день так получилось, что в муниципалитете не было крана совсем. А сейчас такой красавец. Я даже и не знаю, что про него сказать. Кран есть. Стоимость всей этой спецтехники – около 18 миллионов рублей. Деньги на ее покупку заречному выделила госкорпорация «Росатом». Механизация работы коммунальных служб – это одно из направлений программы развития нашего города, создаваемой по поручению генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева. Была создана рабочая группа, эта программа разрабатывается, но ряд мероприятий уже были подготовлены. И одно из поручений – это оказание помощи городу в плане приобретения коммунальной техники. Это современная техника, высокопроизводительная, которая для КБУ – это очень огромное подспорье, особенно учитывая, что сейчас очень сложная обстановка с дотацией с федерального бюджета. Есть определенные ограничения, поэтому помощь госкорпорации «Росатома» – она очень своевременная. Специалисты для работы на новой технике уже подготовлены, а это значит, что «Заречный» имеет все шансы вновь заслужить звание самого благоустроенного города в регионе. Станислав Корякин, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Загородный лагерь «Звездочка» готовится принять первую смену зареченских школьников. На этой неделе в соответствии с планом завершатся последние мероприятия, и 1 июня более 200 детей откроют летний сезон в оздоровительном лагере. Готовность «Звездочки» к лету 2018 оценила межведомственная комиссия под руководством главы города. Около 1200 зареченских школьников проведут летние каникулы в загородном лагере «Звездочка». Первая смена традиционно начнется в первый день лета. Все три месяца лагерь будет заполнен отдыхающими от школы учениками. Традиционно четыре смены, все смены профильные. Первая смена у нас оздоровительная проектная деятельность. Вторая смена городского детского движения «Юнзары» и российского движения школьников, смена активистов. Третья смена творческая, юбилейная, 20 лет творческой смены. И четвертая смена, это у нас на территории «Звездочки» будут два лагеря. Один наш, это спортивная смена, и Академия Ростом. Как обычно, мы вот сотрудничаем с ними. Сотрудники лагеря поливают газонами, метут дорожки, моют помещения, проветривают спальные комнаты, раскладывают матрацы и подушки. Педагоги, которым предстоит организовывать отдых детей, изучают нормативные документы, разрабатывают конкретный план мероприятий. Практически все готово для того, чтобы обеспечить школьникам интересные и полезные каникулы. Все программы уже написаны, все программы получили право на то, чтобы реализовываться в смене. Педагогический коллектив в целом сформирован. В первую смену педагогический коллектив уже сформирован и проходит медицинскую комиссию, получает допуск. Поэтому в содержательной части «Звездочка» готова к тому, чтобы лето было ярким, насыщенным, интересным и познавательным. Дети станут хозяевами лагеря с 1 июня. Пока же здесь только взрослые. И почти каждый день проходят проверки состояния готовности территории, зданий, спальных комнат, инженерных коммуникаций, столовой, противопожарного оборудования и всего, что необходимо для комфортной жизни за городом. В преддверии окончательной приемки лагеря «Звездочку» проверила межведомственная комиссия под руководством главы Заречного. Чиновники посетили спальные корпуса, столовую, кухню, спортивные сооружения, осмотрели территорию. Особое внимание Олег Климанов обратил на обеспечение безопасности отдыхающих детей. Мы проверили по безопасности все, что смогли посмотреть, все в порядке. Договора с частными охранными структурами заключены, огнетушители проверены, но все необходимые мероприятия выполнены. Тем более, несколько дней назад здесь была межведомственная областная комиссия, которая проверяла также состояние. Замечаний нет. По выводам комиссии, в целом лагерь готов к открытию сезона. Осталось провести очередные анализы воды, обработать территорию «Звездочки» противоклещевыми составами и устранить некоторые недочеты. Да, есть определенные недоработки, потому что какие-то анализы еще не сданы, а это по технологии все это будет. Есть замечания к техническому состоянию некоторых помещений. Где-то что-то не покрашено, где-то что-то не отмыто. Но общее состояние, лагерь готов к приему детей к 1 июня будет на 100%. То есть у нас никогда срывов не было и в этом году есть полная уверенность, что все будет нормально. Окончательный прием к лагеря состоится в течение предпоследней недели мая. За три недели полноценного отдыха ребенка родители, как и прежде, заплатят около 5000 рублей, что составляет 30% от полной стоимости путевки. Хорошее лето в «Звездочке» гарантированно, лишь бы погода не подвела. Станислав Корякин, Денис Дубинский, телерадиокомпания «Заречный». Зареченский педагог будет бороться за звание лучшего учителя страны. Право представить Пензенскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель года-2018» преподаватель математики лицея номер 230 Надежда Петрунина завоевала, став победителем регионального этапа профессионального состязания. Из областной библиотеки имени Лермонтова, где прошла торжественная церемония награждения, репортаж Светланы Теплухиной. Цветы и овации, слова благодарности и признательности – все это предназначено им, участникам регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2018». Почетное звание лучшего педагога области оспаривали 28 преподавателей из 26 муниципалитетов. Я хочу поблагодарить вас, всех учителей, которые сегодня находятся в этом зале, участников конкурса, в первую очередь за то, что вы приняли решение и участвуете в этом конкурсе. Мы понимаем, что выполнить те поручения, те задачи, которые поставил президент Российской Федерации в своем послании Федеральному собранию, о прорыве в экономике, в развитии нашего государства в последующие годы без образования просто невозможно. И, конечно, образование начинается со школы. Учитель – это тот человек, от которого зависит будущее нашей Родины. И наши дети, получая образование и воспитание, благодаря профессиональным, очень грамотным и хорошо подготовленным педагогам, получают путевку в жизнь. Я хочу поблагодарить всех учителей за их нелегкий труд. И, наверное, мои коллеги меня поддержат. Образование – это самое важное направление в деятельности органов местного самоправления. И мы всегда делали и будем делать то, чтобы наши учителя были самыми лучшими, самыми высоко квалифицированными. После заочного этапа в финал вышли 10 участников. В трехдневном очном туре конкурсанты провели мастер-классы, дали открытые уроки для незнакомой аудитории и поучаствовали в педсовете. Жюри оценивало не только методическую подготовку педагогов, но и их человеческие качества, умение ориентироваться и принимать решения в нестандартных ситуациях. В этом году, как никогда, поражает смелость участников. Независимо от возраста учителя, они были бойцы. Они отстаивали свое мнение. Они убеждали разными способами жюри в правоте своих позиций. Интриговали, мотивировали как детей, так и членов жюри. Все финалисты были отмечены дипломами в различных номинациях. А учителем года Пензенской области 2018 стала педагог Зареченского лицея номер 230. Дипломом победителя конкурса и денежным вознаграждением в размере 100 тысяч рублей награждается Петрунина Надежда Николаевна. Я не могла не победить. Имея за собой такую крепкую команду, такую поддержку коллег и такую веру своих детей, то, что я буду лучше, я не имела права проиграть. Большое спасибо и нашему городу Зареченскому, который так много делает для образования. И в Пензенской области я понимаю, что у нас в Пензенской области педагог, это звучит гордо. Теперь преподаватель математики Надежда Петрунина представит наш регион на всероссийском конкурсе «Учитель года-2018». Светлана Теплухина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Лучший учитель Пензенской области, преподаватель математики Зареченского лицея номер 230 Надежда Петрунина, сегодня гость программы «Новости Заречного». О пути в профессию, педагогических секретах и особенностях регионального конкурса «Учитель года» мы поговорим с Надеждой Николаевной чуть позже, а пока к другим новостям. В Заречном начались пятидневные военные сборы старшеклассников. Традиционно в них участвуют десятиклассники школ города. Торжественное открытие состоялось на площади Дворца творчества детей и молодежи. Будет у нас сборы проходить на базе войсковой части 34-73, изучение уставов строевой, уставов военной службы. Будем ребятам покажем нашу войсковую часть, покажем жизнь, быт военнослужащих. Ребята ощутят себя военнослужащими, я уверен, что за эти пять дней. В этом году в военных сборах участвуют 64 десятиклассника. Ребята будут заниматься строевой подготовкой, состязаться в спортивных дисциплинах, таких как бег на 100 метров и 1 километр, стрельба из малокалиберного оружия, подтягивание, прыжок в длину. В программу пятидневных сборов также включены ряд экскурсий. Школьники побывают в музейно-выставочном центре Заречного и на областном призывном пункте. Закрытие военных сборов и подведение итогов соревнований в личном и командном зачетах запланированы на 25 мая. 96-ю годовщину создания Всесоюзной пионерской организации отметили в Заречном встрече поколений. Бывшие активисты самой многочисленной детской организации поделились опытом и воспоминаниями с представителями сегодняшних городских детских движений. Во что переродился призыв советских пионеров и к чему всегда готовы современные школьники, узнала Ксения Тризна. Я юный пионер Советского Союза перед лицом своих товарищей торжественно обещаю жить, учиться и работать, как завещал великий Ленин. Такой момент был в жизни каждого из собравшихся в музее Дворца творчества детей и молодежи. Все они когда-то вступали в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, а после связали с ней свою жизнь. Пионервожатые 60-х, 70-х и 80-х годов встретились, чтобы вместе отметить День пионерии и вспомнить, как все начиналось. Место выбрали не случайно, и по сей день Дворец творчества детей и молодежи горожане называют Домом пионеров. Нина Деревянных была первым директором этого учреждения. Оно распахнуло для детей свои двери 9 октября 1969 года. Была линейка, со всех школ приглашали ребят, которые имели хорошие показатели по учебе, по дисциплине. Так что был тоже такой вот, ну как бы сказать, выбор, чтобы ребята приходили. И, между прочим, весь город ждал этого открытия Дома пионеров, потому что детям надо было заниматься в кружках, надо было заниматься себя, где-то свое творчество показать. С детьми работали педагоги, энтузиасты, комсомольцы, сотрудники градообразующего предприятия. Они посвящали этому себя и сейчас с теплотой вспоминают те дни. Это самое любимое время в моей жизни. Клуб старшеклассников проводила. Ходили мы в походы, ходили, проводили вечера, там фотографии даже есть. Ёлки проводили. У меня даже стаж в Ажатской и работы во всех лагерях и на Юге, и в Приморском, и в Сочи, и в Звездочке Старой, и в Новой Звездочке, в городских лагерях больше, чем стаж в школе. 52 года уже мой стаж работы с детьми. Без работы с молодежью они не мыслят в своей жизни. Поэтому и сейчас многие ветераны пионерского движения участвуют в различных городских событиях, общаются с подрастающим поколением. Я там ребят спросила, как вы относитесь к пионерам. Они сказали, вот в 220-й школе, говорят, а мы сейчас юнзары, это мы продолжаем дело пионеров. Я их похвалила. Сменилась эпоха. На карте мира появились новые города и страны. Но по-прежнему юные зареченцы, как их родители, бабушки и дедушки несколько десятилетий назад, принимают активное участие в общественной жизни. Помогаю всем, и учителям, и родителям. Делаю добрые дела, вкладываю свои силы. Некоторые там ходят, ездят на всякие конкурсы, занимают места какие-то. Ну, кто-то там участвует в каких-то благотворительных фондах. И не так уж важно, какого цвета галстуки носят современные активисты. Общечеловеческие ценности, дружба, взаимопомощь, честность останутся неизменными на все времена. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». Заречный присоединился к пятому Всероссийскому дню массового футбола. Спортивный праздник на центральном городском стадионе объединил несколько сотен горожан. Детсадовцы и школьники, участники городского первенства по футболу, сыграли заключительные матчи, по результатам которых были определены победители и призеры чемпионата мира по Зареченске, городского турнира на призы президента Федерации футбола, а также турниров в рамках проекта «Кожаный мяч». Подробности зареченского этапа Всероссийского дня массового футбола у Анны Литвиновой. Сборная России в финале чемпионата мира. В Зареченском мундиале возможно все. Финальные матчи в рамках городского турнира «Дошкалят» состоялись в день массового футбола. Каждый детский сад представлял одну из стран-участниц будущего мирового первенства. Болеем за сборную России. Это наш садик. Дочь у меня в «Чирспорт» участвует, поэтому мы со всей душой болеем за сборную России, как и будем болеть на чемпионате мира. Путевку в финал сборная России, она же команда седьмого детского сада, завоевала в серии пенальти. Пенальти я самый крутой пробиваю. А ты на воротах стоял? Да. Выручил команду? Да. Это самый крутой вратарь у нас. Мы уже победители. Если мы выиграем самую сильную команду, то мы займем первое место, а если поиграем, то второе место. Самая сильная команда, по мнению юных футболистов, сборная Австралии, представленная спортсменами 16-го детского сада. С ней россияне встретились в борьбе за главный трофей городского первенства. Напряженное противостояние финалистов завершилось нулевой ничей. Чемпиона определяла серия пенальти. Единственный стандарт, реализованный нападающим сборной Австралии Матвеем Мордашовым, привел команду к победе, которая по итогам всего турнира была признана самой результативной сборной. Играли дружно и не оставляли никого одиночку. Мы обыгрывали их, забивали голы и давали друг другу пасы. У нас три кубка уже. Вы победители по жизни? Да. Сборная России заняла вторую ступень пьедестала почета. Третье место разделили между собой Франция и Аргентина, 10-й и 5-й детские сады. Все участники были награждены медалями, а призеры и победители получили дипломы и кубки. В день массового футбола прошли и заключительные матчи городского первенства школьников. Кожаный мяч у нас играют младшие и старшие группы. Это 2005-2006 год рождения и 2007-2008 год рождения. А самые маленькие играют на призы президента Федерации футбола 9-10 год рождения. Победителями городского первенства в рамках проекта «Кожаный мяч» в своих возрастных категориях стали учащиеся 226-й и 225-й школ. Чемпионы турнира на призы президента Федерации футбола – лицеисты. Все призеры были награждены дипломами, медалями и кубками, а также специальными подарками от Российского футбольного союза. Анна Литвинова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Через несколько минут нас ждет встреча с победителем областного профессионального конкурса «Учитель года». Секреты мастерства от Надежды Петруниной сразу после блока полезной информации о товарах и услугах. Не переключайтесь. Надежные кондиционеры «Зануси». Всего 15900 рублей. Телефон 23-24-04. В компании «Ревстрой». Всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям» продолжается. Сценарии написаны, интервью отсняты, ролики смонтированы и заявлены на участие. Зайди на сайт славадефиссозидателям.ру. Будь в курсе всех событий конкурса «Слава Созидателям». Глобальное партнерство. Главная тема «Атомэкспо-2018». Росатом поможет повысить производительность труда в стране. На втором блоке ЛАЭС-2 началась сварка главного циркуляционного трубопровода. Смотрите в среду в 20.00. В новом хирургическом отделении Железнодорожной больницы «Пензы» проводятся высокотехнологичные операции по гинекологии и абдоминальной хирургии, пластические операции, операции урологического и лор-профиля. Звоните 999-349. Код города 8412. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Роскомнадзор предупреждает. Приобретение сим-карт без оформления договора небезопасно. Всегда покупайте сим-карты в официальных салонах связи. Договор с оператором связи – ваша защита и безопасность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях победитель областного конкурса профессионального мастерства «Учитель года», преподаватель математики лицея номер 230 города Заречного Надежда Петрунина. Добрый вечер, Надежда Николаевна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, начнем, так скажем, издалека. А что вас подвигло вообще в принципе выбрать профессию учителя? Вы знаете, у меня учитель математики работала моя мама. У нее стаж работы более 50 лет. И, в общем-то, вся ее работа, вся ее профессиональная деятельность проходила на моих глазах, и мне все это нравилось. И я всегда мечтала, что вот я вырасту, буду такая же, как мама. У меня будет журнал, которым я войду в класс, открою и буду спрашивать учеников, ставить оценки. Вот и потом, когда подошло время поступать в ВУЗ, конечно же, я не сомневалась, я выбрала именно педагогический ВУЗ, физико-мепатический факультет. Но я никогда об этом не пожалела. А оценка в школе у вас по математике какая была? Пятерка. Надежда Николаевна, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, самое сложное в профессии учителя что? Самое сложное, наверное, понимать каждого ребенка. Понимать и принимать его таким, какой он есть. А не таким, как мы хотим его видеть. И вот когда удается это сделать, когда ты понимаешь, вот это ребенок, у него такой характер, и мне нужно работать с таким характером, а не с таким, а не с другим, вот тогда начинает профессиональный успех появляться. Вот часто бытует мнение, что некоторые предметы в школе, они несколько избыточные, несколько излишние. Ну вот от детей вы тоже наверняка слышали, что да зачем мне эта алгебра? Да зачем мне эта теорема Пифагора? Она мне в жизни никогда не пригодится, никогда я не буду эти углы мерить. Да для чего мне тригонометрия, я уж не говорю. Оно мне зачем? Вот на ваш взгляд, насколько вот это мнение, бытующее в последнее время, оно соответствует действительности? Или все-таки математика – это прикладной предмет? Вот вы знаете, математика – это та дисциплина, которая является, в общем-то, одной из важных вообще во всем образовательном процессе. И в последнее время ее значимость только возрастает. Вот у нас в стране принята концепция развития математического образования. И там прямо говорится о том, что вообще успех в стране, развитие и экономики, и обороноспособности, и вообще всех-всех других сфер деятельности целиком зависит только от математики. Поэтому вообще на учителях математики особая ответственность, потому что они ответственны за будущее страны. Ну, возможно, кому-то в таком грандиозном объеме математика не нужна, но вообще математика – это развитие логики, мышления и многих других важных вещей, которыми должен обладать человек. Поэтому математику должен учить каждый. Ну, конечно, на том уровне, который он выберет. А дети-то понимают, что вот то, о чем сейчас говорится, цифровая экономика, цифровая… Там цифра входит в каждую сферу нашей жизни. Они сами-то понимают, что цифровая… Вот то, о чем говорится о цифровизации, это не просто какие-то нолики-единички и тыканье по клавишам компьютера. Они понимают, что это математика в конечном итоге. Конечно. Умные дети. Они во многом умнее нас, продвинутее нас. И я думаю, что они все хорошо понимают. И на самом деле многие, избирая сейчас свое как будущее, эта профессия связана с математикой. Ну, я думаю, что все у них получится. И теперь давайте к конкурсу. А что для вас было наиболее сложным в областном именно этапе? Конкуренция с другими педагогами или что-то другое? Вы знаете, я, когда проходил этот конкурс, я не могу сказать, что мы были в первую очередь соперниками. Было так все организовано, была такая атмосфера, что мы, скорее всего, были соратниками. И думаю, что каждый из конкурса вынес что-то свое. Конечно, самое главное, что мы все смогли обобщить свой опыт, но и получить, конечно, гораздо больше еще в ответ. И я думаю, что каждый из нас теперь принесет многого нового, свою дальнейшую работу. Ну, а что было сложного? Пожалуй, все было сложно. Каждый день был очень насыщенным, ярким, эмоциональным. И только оставалось вдохнуть, и сразу уже погружались в следующий день. В общем-то, все три дня были достаточно сложными. И я рада, что мне удалось справиться, и, в общем-то, достойно справиться. Ну, и в конечном итоге победить. Вы ожидали эту победу? Или как-то сомневались в том, что вы будете первой, в том, что вы будете лучшей в области? Нет, я понимала, что я выступаю достойно. Я видела, что на мне лежит большая ответственность, потому что я представляю свой город, Заречный, где, в общем-то, образование всегда на высоком уровне. Поэтому мне предстояло выступить хорошо и даже очень хорошо. Я это все осознавала. Поэтому то, что я плохо выступлю, я для себя вообще таких вариантов не рассматривала. Я обязана была выступить хорошо. Но, конечно, по поводу первого места я до последней минуты и секунды я не подозревала. И, в общем-то, такой успех, такая радость свалилась на меня, так скажем, неожиданно. Вот к чему я несказанно рада. Скажите, пожалуйста, вот там, на церемонии подведения итогов областного конкурса вы заметили, что вы не смогли бы это сделать без поддержки. То есть у вас была какая-то группа поддержки? Вам кто-то помогал или все-таки это такой индивидуальный успех? Нет, вы знаете, вот моя победа на конкурсе – это, конечно, не только мой успех. Это успех всего нашего коллектива, нашего лицея, да и не только лицея, и вообще всего педагогического сообщества нашего города. Потому что за мной стояла сильная команда. И особая благодарность еще даже работникам департамента. Вы знаете, это очень профессиональные люди и очень увлеченные, болеющие за успех. Я им очень благодарна за поддержку, за помощь. У меня много для них слова благодарности. И, в общем-то, благодаря им все случилось так, как случилось. Надежда Николаевна, ну, к сожалению, время эфирно у нас подходит к завершению. Я поздравляю вас от всей души, от имени всей тетрадиокомпании «Заречный» с этой победой. Но и остается пожелать, чтобы следующая победа была тоже за вами на всероссийском конкурсе. Большое вам спасибо и всего самого доброго. Спасибо. Это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами и вам. Всего самого доброго. И до встречи на канале «Заречный». 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 До встречи на канале «Заречный».